Доброе утро! В каком формате пройдет вечеринка? В разгульном, веселом, ночном? Я думаю, все, как вы любите. Каждый найдет там то, что он любит. Кто-то приходит на такие вечеринки за музыкой, а кто-то как раз, например, считает, что алкоголь... Познакомиться с кем-нибудь. Да, познакомиться или, наоборот, сторонники этого выражения, что алкоголь – это источник энтамина и интеллекта. Все нормально. Вы называете эту вечеринку фестивалем. Значит, какие-то фестивальные гости ожидаются? Конечно, да. К нам на это мероприятие приедут музыканты из Америки и Европы. Европейцы – это группа Blue's Company, немецкие музыканты, которые играют в блюз уже больше, наверное, 30 лет. Они еще Джимми Хенрикса маленьким видели, я думаю. Ничего себе! Они, собственно, родозачальники, видимо, блюзы, я так понимаю. То есть, посчитать просто, сколько им лет, если нет, Джимми Хенрикса еще маленького видели. А вы с кем-то мечтаете за иностранцев сыграть? Может, даже на фестивале с кем-то попробовать? На самом деле, мы с ребятами давно играем музыку, и за это время сотрудничали с большим количеством артистов из-за рубежа и артистов, которые представляют джазовую и блюзовую сцену в нашей стране. На фестивале мы будем выступать вместе с американским музыкантом Элван Джонсон. Он уже был в Екатеринбурге и всем очень запомнился, и поэтому его пригласили на этот фестиваль еще раз. Я вот себе представить не могу. Ночной клуб – это обычно такое веселое, разухабистое место. Блюз – это не всегда веселая, скажем так, музыка. Ну и ночной клуб не всегда веселая может быть, поверьте. Подождите, ну это что, будет такой вечер медляков для тех, кто пришел? На самом деле это достаточно распространенное заблуждение, что блюз – это очень печальная и медленная музыка. Это не всегда так, поверьте, друзья. Когда хорошему человеку плохо, да? Да, и блюз не всегда играет на саксофоне, то есть часто очень исполняют его на гитаре. И вот площадка, где пройдет мероприятие – это «Дом печати», на мой взгляд, она идеально подходит. Как раз ровно столько, сколько нужно, там прекрасная сцена и отличный свет, все будет очень красиво. Владимир, мы сегодня мучаем два часа прямого эфира наших телезрителей с вопросом о том, хотели бы они стать президентом. Вопрос к вам – вы довольны выбором своей профессии? Да, если бы я захотел стать президентом, я бы работал именно в этом направлении. Но когда-то мне в руки попала гитара, и я решил стать музыкантом. Ну, я не знаю. Наверное, это горе в семье. Я думаю, что все остальное человечество только приобрело от того, что вы плотно занялись музыкальными инструментами. Я думаю, что дело не во мне, я думаю, что человечество всегда приобретает, когда кто-то занимается своим любимым делом. И это самое главное для каждого из нас. Я согласна. Давайте мы, наверное, вас и попросим показать нам свое мастерство. Давайте мы сделаем это вместе. А давайте. Песня будет очень простая. Можно подпевать? Смотрите, да, это будет блюзовый ритм. Класс! То есть делать так. Если я не буду попадать в бриз, это нормально? Да. У вас отлично получается. Начнем, да. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok